Если планета в обители действует интуитивно, то планета в изгнании не имеет такого опыта, но имеет такое желание. И это желание очень острое, что часто проявляется как зависть. Человек всегда осознает недостаток какого-то качества по планете в изгнании и пытается его компенсировать тем или иным способом. Такой человек вынужден учиться какому-то качеству буквально с нуля. Ему придётся всё осмыслить, понять теоретически и лишь после этого использовать. В итоге планета в изгнании становится очень сильна в абстрактных вещах, в схемах, планах и методиках. Это тоже своеобразный талант, и в современном плюралистическом обществе его также можно удачно использовать после труда и шлифовки. Тому есть много примеров. Но такая планета по-прежнему не будет столь эффективна в практической жизни, как планета в обители. Непосредственное усиление планеты в изгнании автоматически приводит к усилению комплексов и к увеличению проблем. Поэтому коррекция качеств планет в изгнании идёт через управителя знака, в котором планета находится. Такой подход – своеобразный способ приучать изгнанную планету к порядку, фильтровать её проявления. Так, например, Марс в Тельце будет прорабатываться через качество Венеры. Естественное проявление этого ослабленного для Марса положение будет связано с нерешительностью, с неумением действовать целеустремлённо и адекватно. Воля человека от природы носит стихийный, импульсивный характер. Олень и робость – естественные здесь качества. У человека с планетой в изгнании часто есть отчётливое чувство, что он совершенно не умеет делать что-то, что кажется абсолютно естественным для других людей. Проработка Марса через качество Венеры впряжит Марс словно архетипического тельца в конструктивную и прикладную деятельность. Это может быть искусство, в особенности, связанное с оформлением материи. Это может быть бизнес, как направленная на Венеру, деньги, деятельность. Есть иные способы заставить Марс служить делам Венеры. Венера связана с интересом, с желанием, и в этом случае очень важно, корректируя энергию Марса, выманивать его в такие области, которые человеку интересны – Венера. Тогда Марс будет активно осваивать новые внутренние пространства и быстро набирать необходимый опыт. Конечная цель такой проработки – ситуация, когда человек успешно вырабатывает в себе недостающее качество. То есть, в нашем примере, приучает себя к труду, умеет мягко, но настойчиво отстаивать свою позицию, имеет достаточно смелости и решительности, чтобы добиваться желаемого. Хорошей иллюстрацией является прекрасно проработанной ретроградной изгнанной и сожженной Меркурий у остроумнейшего писателя, сатирика М. Жванецкого 6.03. 1934. Справедливости ради надо сказать, что в данном случае ему помогала и взаимная рецепция. Худший способ работать с планетой в изгнании – не прорабатывать её. Проработка болезнена и затруднена, на неё уходит много времени, а успеха хочется уже сейчас. И поэтому многие переступают через свой врождённый недостаток, маскируют его, болезненно стремятся компенсироваться в чём-то другом. Чем более успешным становится такой человек, тем более болезненной на этом фоне воспринимается внутренняя язва. И часто это превращается в серьёзнейшую психологическую проблему, отравляющую жизнь. Осознание того, что время уже упущено и поздно вновь садится за парту, только подливает масло в огонь. Политика и шубизнес полны примерами того, как человек яростно карабкается наверх, подгоняемый изгнанием той или иной планеты. По статистике Венера, у деятелей искусств и шубизнеса в изгнании или падении встречается почти вдвое чаще, чем в сильном положении. Но взобравшись на вершину успеха и став предметом зависти других, он становится лишь ещё более несчастным, чем был прежде. Такой образ жизни подобен попытке держать падающую стену руками. И стена лучше не становится, и руки заняты, и время уходит в никуда. А нужно сразу признать, что стена требует перестройки. И не подпирать её, а ремонтировать или перестраивать. Практика показывает, что в этом случае исчезает внутренняя проблема, исчезает изгнание планеты, как уязвимая точка нашего «я». И со временем слабая когда-то планета становится уникальной и нестандартной силой, особым редким талантом, на который в нашем мире не так уж сложно найти спрос. Планета в падении также стремится выразить, проявить себя, как и планета в экзальтации. Здесь много общего с ситуацией обители и изгнания. Планета в падении тоже слишком многое стремится осмыслить разумом, так как нужный опыт от природы отсутствует, и приходится просто учиться. Однако здесь есть иначе расставленные акценты. Самый серьёзный риск такого положения в том, что падение – это положение планеты, при котором человек не ощущает своего недостатка, имеет смутное представление о том, что он сможет сделать, а чего не может по её функции. Уже упомянутый Абрахам Бен Эзра называет падающую планету планетой в позоре или стыде. Поведение, которое может привести к неловкой ситуации, к позору и публичному осуждению – типичный риск планеты в падении. Пользоваться такой планетой активно, не скорректировав её качество, всё равно, что ходить по льду. В любой момент можно поскользнуться и упасть. Человек словно не чувствует границ дозволенного, а иногда даже специально культивирует это качество вседозволенности. Проработка планеты в падении идёт через планету, экзальтирующую в том же знаке. Так, например, Венера в Деве в мужской карте даёт робость и неумение строить эмоциональные отношения с женщинами, влюбчивость, причёрствости и эгоизме. Коррекция должна идти через Меркурий, экзальтирующий в Деве. Такой мужчина обучается любить, обучается ухаживать за женщинами через здравый смысл, через ум и интеллект. Он может изучать это как конкретную науку и даже разработать, в конце концов, собственную методологию. Однако высший этап будет включать внутреннее изменение, действительную способность любить, а не изображать любовь, не теряя при этом головы и здравого смысла, не попадая в ситуации, падение, под влиянием любви и красоты. В качестве другого примера рассмотрим Марс в Раке. Обычно он указывает на отсутствие способности к самоутверждению, трусость и эгоизм, выходящие за рамки разумного и приводящие к позору, падение. Здесь проработка идет через Юпитер, то есть через традиционные ценности, через стремление обрести уважение и авторитет в глазах окружающих, через веру или идеологию. Поэтому очень многие люди с таким положением обращаются к религии или духовным поискам, вступают в партии, особенно в консервативные или национальные, увлекаются такими занятиями, которые связаны с традиционной культурой или с внешними признаками Юпитера. Как и изгнание, при правильном обращении падение дает уникальную способность, особый талант. В современном обществе есть спрос на все, что нетипично или уникально. В том числе и на людей, которые скорректировали свои проблемные стороны и могут обучить этому других. Упомянутый выше Уолт Дисней, имея пораженное падение управителя четвертого дома Юпитера, сумел добиться не только личного авторитета, но и построил одну из самых ликвидных недвижимостей, Диснейленд. Решение это далось ему нелегко, и он был вынужден идти на риск, привлечь инвестиции и влезть в немалые долги, экзальтант его Юпитера в Козероге, Марс, является управителем восьмого дома. Но справедливости ради, надо сказать, что в современном урбанизированном обществе можно найти реализацию и для недоработанных изгнаний и падений. И даже для таких людей, которые фактически культивируют свои комплексы, превращая их в подлинные извращения. Выбор пути за нами. Астрологу больше, чем кому-либо другому понятно, что второй путь ведет в никуда, к вырождению, но у нас есть свобода и возможность ею пользоваться так, как мы считаем нужным. Бог нам судья.